Добрый день! Отвечаю на вопрос, как бороться с плесенью. Но прежде чем сказать, как бороться, я хочу пару слов сказать о том, как же предупредить эту плесень, чтобы она не завелась. Значит, первое, на что вы должны обратить внимание и сделать, это заделать все стыки с силиконом, противогрибковым. Обязательно, чтобы это был противогрибковый силикон. И, естественно, чтобы была у вас вентиляция хорошая. А если у вас вентиляции нет, то хотя бы открывайте дверь. Значит, первое, что я хочу сказать, и сразу все берут, что отбеливатель, белизна. Она действительно эффективна, но она годится только для твердых, гладких поверхностей, для пористых поверхностей белизна не годится. Как ею пользоваться? Значит, пользоваться ею разводим один в десяти. Часть воды одна, то есть одна часть белизны, а остальное водичка. Обычная вода. Наносим обильненько на плесень. Берем щетку такую, грубую щетку, твердую щетку, жесткую щетку. И хорошенько эту плесень смываем этим раствором. Затем, конечно, нужно будет помыть все и осушить салфеткой или полотенцем, все, что у вас есть. Работать, конечно, с белизной нужно аккуратно. Желательно, обязательно, конечно, в перчатках. Желательно надеть очки и даже маску. И хорошенько-хорошенько потом приветривать помещение. Так, еще что я хочу сказать. Очень хорошо обрабатывать это обычный столовый уксус. Его разводить не надо. Значит, можно, естественно, при помощи пульверизатора наносить. Можно взять губку. И потом щеткой хорошенечко-хорошенечко это вычищаем. Значит, наносится уксус. И оставляем его где-то минимум на час. А потом смываем. Для того, чтобы плесень предупредить ее, чтобы она не появлялась, или, допустим, мы уже ее вывели, чтобы она опять не появилась, то в течение полутора-двух недель нужно эту обработку проводить. Во-первых, у вас будет чистенький кафель. Не будет никакого плохого такого запаха, потому что сам запах уксуса очень быстренько выветривается. И тем самым вы избавитесь от плесень. Чистый, неразведенный уксус. Еще применяют буру. Это тоже натуральный продукт. Продукт хороший. Можно им попробовать. Он тоже разводится. Значит, по-моему, один стакан буры на два с половиной стакана уксуса. Воды, вывочная. Да, за уксус говорю. Можно еще содовый раствор. Сода. Она тоже будет устранять запах. Даже будет устранять запах неприятной плесени в ванной. И соду тоже разводим. Разводим водой. Можно одну-две чайные ложки, вот из-за счета одна-две чайные на литр воды, хорошенечко растворить. Значит, берете теплую водичку, и сода в теплой водичке хорошо растворяется. И опять-таки в пульверизатор, и все-все это хорошенечко наносите, не жалеючи этого раствора, на всю поверхность, и щеткой хорошо-хорошо вычищаем. Вот и таким образом поддерживаем чистоту, да? Если мы, я думаю, вы видите, если небольшое поражение. Но самое хорошее средство, вот самое хорошее средство, это перекись водорода. Можете мне поверить и этим воспользоваться. Покупаете 3% перекись водорода. Она стоит, наверное, еще не подорожала, стоит не очень дорого. Купить ей можно несколько флаконов, чистой перекисью водорода. Можете взять пульверизатор, можно шприц, потому что под напором. Во-первых, она уничтожает эту плесень не только на таких гладких, твердых поверхностях, но она уничтожает даже ткань, даже одежда. Бывает же тоже плесень полдеревянный. Она проникает хорошо, и вы 100%, я вам говорю, что вы 3% перекисью водорода, вы избавитесь от плесени. И запаха не будет, и не будет плесени. Средство чудесное, я рекомендую. Из всего того, что я знаю, вот это самое-самое хорошее средство. Ну, еще вот масла, есть масло чайного дерева. Тоже можно этим воспользоваться. И если вы наносите, там его тоже с водичкой разводите, и запах уходит, и не можно пользоваться, говорится, не боясь. Это безвредные, безвредные средства, так же, как и перекись. Я сейчас, у меня нету плесени в квартире, поэтому наглядно я вам показать не могу. Учитывая то, что я тоже пользуюсь ванной, так же, как и вы, и, наверное, что-то делаю для того, чтобы она не появилась, делаю я вот эти вот такие манипуляции. То есть я обрабатываю, допустим, ванну я мою всегда или содовым раствором, или уксусом. Ну, я немножко развожу, когда я просто мою плеточкой. Вот. Или для профилактики, можно вот там же, где вот мыло лежит, где вот уголки вот эти, всегда можно обработать перекись водорода. Послушайте меня, воспользуйтесь этим моим советом, и я говорю, что вы плесень выведите. Если у вас на одежде, и одежда плохо пахнет, тоже попробуйте перекись водорода. Трехпроцентная перекись водорода, это мой вам совет. Я думаю, совет очень хороший, легкий, простой и очень дешевый. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok